Как было сказано сегодня на штабе по коронавирусу, на котором присутствовал... По борьбе с коронавирусом, да. Да, да, да. Третья волна у нас все-таки будет ее не избежать. Я не ошибаюсь? Была озвучена, как сказать, точка зрения, такой прогноз. Озвучил его Юрий Боченко, министр здравоохранения Хабаровского края. Фраза прозвучала, что третьей волны не избежать. Ну, соответственно, срочно надо всем прививаться. Ну, как минимум. И сегодня у нас в гостях снова Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам. Здравствуйте, Евгений Леонидович. Здравствуйте. Я напоминаю, что примерно месяц назад мы с вами обсуждали вакцинацию. И лично я высказывал сомнения, вот как-то все так расслабились, чтобы просто не избежать третьей волны. Неужели так и произошло? Ну, давайте говорить просто. У нас вакцинация идет не так быстро, как хотелось бы. Вообще, темпы вакцинации для того, чтобы обеспечить искомый процент, 60% к сентябрю, должно быть как минимум в пять раз больше. Если мы будем продолжать вакцинацию в тех же темпах, в которых мы сейчас находимся, мы ее завершим в лучшем случае к началу 2023 года. Что совершенно недопустимо. Вакцины сейчас у нас достаточно. Я знаю, что в шестой поликлинике вакцина сейчас закончилась. Но завтра мы получаем 5100 доз. И непосредственно эта вакцина будет доставлена. Вчера мы получили 330 комплектов опиваккароны. Поэтому поставки с федерального уровня идут ритмично. Вопрос только в том, чтобы было желание у пациентов прийти и привиться. Давайте вернемся к росту заболеваемости. По сравнению, сегодня на заседании штаба говорилось о том, что на прошлой неделе, по сравнению с позапрошлой, более чем на 30% выросло количество вновь зарегистрированных случаев. С чем связываете такой рост? Этот рост отмечается не только в Хабаровском крае. Он отмечается вообще и в Дальневосточном федеральном округе. У нас рост, конечно, идет. Он примерно такой же, как в среднем по Дальневосточному федеральному округу. Он может быть чуть ниже, чем в еврейской автономной области. Но в целом он достаточно высокий. И этот рост заставляет нас не просто как-то реагировать, а уже открывать койки. И для тех, кто, может быть, не осознает серьезной ситуации, я просто хочу сказать, что за две недели прошедшие мы открыли 100 коек. И сейчас загруженность коек с учетом открывшихся коек в Хабаровске 84%, в Комсомольске-на-Амуре 86%, и в муниципальных образованиях, то есть, например, Лозо и так далее, загрузка порядка 67%. Ну, лично для меня, я не специалист, для меня совершенно очевидно, почему это происходит. Я вот днем обычно хожу по магазинам, пока есть время для подготовки к эфиру. И в большинстве случаев никто там, кроме меня, не надевает маску, причем включая продавцов. То есть, как бы все настолько расслабились, видимо, где-то полгода назад решили, что все прошло, и можно уже не надевать маски, а при этом еще и не приявились, что, ну, естественно, заражают друг друга. Мне кажется, очевидно. Я вас абсолютно поддерживаю в этой ситуации, и соответствующие поручения контролирующим органам даны, но я думаю, что дело-то не в контролирующих органах, а дело в том, что люди сами должны понять эту ситуацию. Мы не можем сделать вакцинацию обязательной, хотя очень хотелось бы, да, но я бы очень не хотел, чтобы вашей семье посещалась беда в виде коронавирусной инфекции. А вот я хотел бы немножко парировать Славу, вот смотрите, Евгений Леонидович, у нас, начиная с 9 мая, каждую неделю, по крайней мере, в Хабаровске, ну, очень массовые идут мероприятия, да, День города, фестиваль Амурские волны, в эти выходные была Кукляндия на набережной, в следующий выходный День России, опять же, множество мероприятий планируется. Ну, вот мне видится здесь некая нелогичность с тем, что заболеваемость растет, помимо этого прививаются плохо, но собираться вместе все собираются. Значит, подходов несколько в управлении эпидемиологической ситуацией. Главная задача, на которой мы сейчас сориентированы, это вакцинация. Если люди на вакцинацию пойдут, то никаких ограничений по массовым, других мероприятиям, их не будет. Но если у нас будут сохраняться те темпы вакцинации, которые есть сейчас, то ограничения, несомненно, придется вводить. — Представители Роспотребнадзора сегодня на заседании штаба говорили о том, что направили в правительство края письмо, вот как раз с просьбой или с требованием, я не знаю, как правильно сказать, усилить ограничительные меры, причем об этом говорится уже вторую неделю. На чем именно настаивает Роспотребнадзор и чего ждать? — Роспотребнадзор предлагает сократить количество массовых мероприятий, ввести жесткие требования по дезинфекции по масочному режиму, ввести опять шахматную рассадку и практически вознаблюдать ситуацию, связанную с массой ограничений. Я проинформирую, что во многих субъектах уже начинают вводить эти ограничения, и рестораны до 23 часов и так далее, и так далее. Целый комплекс этих ограничений начинает вводиться. Мы все-таки очень надеемся на то, что те меры, которые сейчас приняты краевым правительством по стимулированию вакцинации, возымеют свое действие. Все-таки принято уже такое решение, второй субъект в Российской Федерации, который предоставил в день отпуска, в день вакцинации. Есть скидки у рестораторов, есть вообще понимание в том, что если в какой-то организации хотят провакцинироваться, туда поликлиника может присылать свою мобильную бригаду. То есть созданы практически все условия для того, чтобы мы это могли делать. Ездит автопоезд здоровья, есть теплоход здоровья, но вот автопоезд здоровья за последнюю неделю привел всего 72 человека. Это разве возможно? А почему не идут? Все-таки у людей есть какая-то такая антиперевивочная, я бы сказал, истерия. То есть есть история, связанная с тем, что рассказывают всякие небылицы, связанные с вакцинацией. Обсуждают, что вот одна вакцина эффективнее, другая менее эффективнее. Если вакцины вышли на рынок, значит они получили соответствующие все разрешительные документы Министерства здравоохранения Российской Федерации. Значит ими можно пользоваться. И вот когда идет вакцинальная кампания, например, против гриппа, мы же с вами не обсуждаем разные вакцины. Мы просто идем вакцинировать. Мы сделаем прививку, да. Что касается вот видов разновидностей вируса, много говорили про британский штамм, потом индийский штамм. У нас на территории края вот разные виды зарегистрированы? Или это тоже какие-то фейки? Значит, у нас разных штаммов нет. Мы пока еще находимся в прежнем, будем говорить, видовом состоянии. Наш родной. Да, у нас все пока по-прежнему. К счастью, Хабаровский край входит в любой эпидемический процесс с большим запозданием. Ну, вы помните, самая первая волна в Хабаровском крае началась в 76-м регионе, с 85-ти. То есть мы позже всех проклялись. Ну, как по стране шло, так вот. Да, да. А сейчас откуда у нас инфекция прибывает? Это все те люди, которые приезжают с Черного моря, из-за рубежа. Вот они в основном привозят эту инфекцию. И как у нас на севера попадает инфекция? Вот мы разбирали ситуацию, например, по Новому Устью, там, где карантин введен. Там, собственно говоря, сотрудники магазина привезли инфекцию. Съездили за товаром, заодно захватили инфекцию с собой. А поскольку это сотрудники магазина, то они общаются, собственно... Конечно, конечно. И вот распространение произошло достаточно быстро. Еще раз. У нас сейчас три вида вакцины. У нас есть спутник ВИ, который называется гамм-ковид-вак. Спутник ВИ, спутник Виктори от слова «Победа», да? Он имеет такое название для поставки за рубеж. В России он называется гамм-ковид-вак. Это векторная вакцина, в основе которой составляет аденовирус, на которой помещен белок из коронавируса. Это вот первый вариант вакцины. Извините, я прерыву, чтобы уточнить. В России ни одного случая смертельного исхода после применения этого вакцины нет. Нет. Значит, вторая вакцина у нас – это эпивак-корона. Это полипептидная основа, в которую тоже внедрены белки из коронавируса. И третья вакцина – это классическая вакцина, созданная в институте имени Чумакова – КОВИВАК. Это убитый коронавирус. Ну вот точно так же, как есть вакцина против полиэмилита, инактивированная вакцина, там, где вирус полиэмилита убит, также и здесь убитый вирус. И вот эта вакцина, она сейчас тоже уже поступила в Хабаровский край, правда, в очень небольшом количестве, но она тоже уже используется. Все три вакцины, которые разрешены, они активно используются в крае. Есть, я уже рассказывал, что нам нужно прекратить обсуждать эффективность разных вакцин, нам нужно просто прививаться. В Израиле 70% населения привито. Кстати, в Израиле прививали и беременных, и кормящих. И еще один момент. У них вакцины все разрешены с 15 лет, чтобы тоже понимание было этой ситуации. И вот, собственно говоря, они, правда, рубеж преодолели не 60%, а 70%, но все ограничения сняты. А у них обязательная, возможно, вакцинация? Или там тоже добровольная была? Вы знаете, я не могу сказать, там, обязательная она или добровольная, но 70% населения привито. Я не знаю, обязательная или добровольная вакцинация в Соединенных Штатах Америки, но там уже более 150 миллионов человек привиты. Я не знаю, обязательная или добровольная еще в ряде других стран, но там огромное количество человек уже прошли эту вакцинацию. И нет вот этой истерии, обсуждения, нет вот этого движения ковид-диссидентов и так далее. И нет рассказов о том, что через два года у вас вырастет хвост, или еще какие-то изменения произойдут в организме. Но при этом неясно точно, чем уже закончится заболевание, да? Потому что появляются все более новые данные, что, возможно, человек, который переболел коронавирусом, через какое-то время может просто умереть. Такие случаи уже зафиксированы. На самом деле опасность заболеть гораздо больше, чем опасность заболеть. Посмотрите, есть одна самая упрямая статистическая вещь. Вот у нас в крае умерших от коронавирусной инфекции, у тех, у кого в свидетельстве о смерти написано коронавирусная инфекция, сейчас 424 человека. Но по прошлому году у нас прирост общей смертности был 2600 человек. Туда входили и 300 примерно человек, которые умерли от коронавирусной инфекции в прошлом году. И, соответственно, 2300 человек в крае, они были, их заболевание и причина их смерти так или иначе связана с коронавирусной инфекцией. То есть это возникшие инсульты, инфаркты, другие тромбоэмболические осложнения. И это практически все те пациенты, которые так или иначе переболели коронавирусной инфекцией. Просто осложнения у них развились, соответственно, через месяц, через два, через три. Это отсроченный эффект, эффект, связанный с ростом смертности, который привел к росту смертности. Это серьезная история. Поэтому, если даже вы перенесли коронавирусную инфекцию, это не значит, что все, история закончилась. Нет. И сейчас уже Минздрав России поставил задачу по дополнительной диспансеризации тех пациентов, которые переболели коронавирусную инфекцию. И сейчас разработан новый алгоритм обследования этих пациентов. Буквально завтра, послезавтра выйдут методические рекомендации Минздрава по обследованию этих пациентов. И мы все наши 50 тысяч пациентов, переболевших, обязательно через этот фильтр диспансерный проведем. Месяц или полтора назад была проблема, и вы сами во время заседания штаба по борьбе с распространением коронавируса проводили такие тесты, звонили в поликлинику, пробовали записаться на прививку, и возникали с этим сложности. Сейчас система отлажена, работает? Система в целом работает. Я не исключаю, что бывают где-то сбои, но мы проверяем регулярно эту историю. И я могу сказать, что и на этой, и на следующей неделе у нас будут и визиты, и в поликлинике, и в больнице, когда мы будем просто приезжать, смотреть, как работает, как система проходит. Но вот сейчас, единственное сейчас наслоение было, что у нас в КДЦ не хватило вакцины. Но уже завтра там вакцина будет. Все-таки я хочу вернуться, Евгений Леонидович, к массовым историям, к массовым мероприятиям. 27-го анонсирован большой фестиваль «Рок над Амуром». Ну, по словам организаторов, до 20 тысяч человек может вместить в себя эта площадка. И, конечно, сегодня обсуждалась на штабе эта история. Вот расскажите, каким выводом пришли? Потому что соблюдать социальную дистанцию на «Рок-фестивале», мне кажется, это из разряда невозможных вещей. Обсуждаем разные варианты. Обсуждаем пока их с Роспотребнадзором. Еще окончательного решения не принято. Понятно, что нужны будут маски. Понятно, что будет термометрия при входе на территорию «Рок-фестиваля». Понятно, что есть предложение, что пускать туда только тех, кто имеет сертификат о вакцинации или ПЦР-теста. Но, скорее всего, будем склоняться в сторону сертификата по вакцинации. Хотя, поймите очень просто. Что такое ПЦР-тест, например? Это свидетельство того, что в тот момент, когда делали мазок, человек не является... Вы были здоровы. Да. Что такое наличие сертификата о вакцинации? Это показатель того, что у человека есть антитела к этому вирусу. По факту, до 2-3% пациентов, у которых выполнена прививка, они могут теоретически быть инфицированы коронавирусом и какое-то время его выделять. Но это всего 2-3%. Тем не менее, волнения у нас с точки зрения эпидемиологии в этой части остаются. И очень будем надеяться, что вот как житель города Хабаровска, я понимаю, что мы все соскучились по этим всем мероприятиям. Мне очень хочется, чтобы «Рок над Амором» состоялся. Я уверен, что он точно состоится. Но вот как создать систему фильтров и обеспечение безопасности при проведении этого мероприятия, это такая непростая, но выполнимая задача. Сейчас совместно с Роспотребнадзором в нашем министерстве культуры отрабатывают всю технологию проведения этого мероприятия. Единственное, о чем еще хочу сказать, что в рамках проведения этого мероприятия однозначно мы развернем пункты вакцинации. То есть параллельно? Да, мой посторонний взгляд, даже самое массовое мероприятие, ничто, даже если 20 человек вместе собираются, с ежедневным посещением магазинов и автобусов без маски. Потому что это огромное число контактов. Там вот получается не десятки, а сотни тысяч. Поэтому, мне кажется, именно для того, чтобы мы имели возможность ходить по-прежнему на концерты и в кинотеатры, хотя бы посещать магазины на Дамасках. Но это на самом деле ничего не стоит. Я вас абсолютно поддерживаю. Тем более, что рок над Дамфором это мероприятие на открытом воздухе. Ну да, все равно на порядок ниже. И в завершение последний вопрос. Еще раз уточним. Многие мои знакомые не хотят прививаться, потому что по их данным они переболели. Скажите, кто переболел, все равно можно прививаться? Конечно. Более того, наличие антител не является показанием или противопоказанием для проведения прививки. Если вы откроете официальную инструкцию, то вы там не увидите. Там сейчас, по сути, три противопоказания. Это возраст до 18 лет, беременность, кормление. Я, кстати, вам прокомментировал, как в других странах к этому относятся. Да-да-да. То есть с 15 лет и беременные кормящие тоже вакцинируются. И последнее противопоказание, которое везде четко прописано, это наличие аллергической реакции. Сейчас в Российской Федерации количество введений вакцины исчисляется не одним десятком миллионов. И эти реакции не зарегистрированы. И никто не умер. Зато от коронавируса, к сожалению, умерли точно. От коронавируса, конечно, люди умирают. И умирают врачи. Они платят своими жизнями за вот нашу такую беспечность. Спасибо. У нас в гостях был Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.